Девушки отдыхают В общем решили проехать все города, основные 8 городов Золотого кольца За раз в один подход Планируем где-то за 3 дня это осилить Ну что, настоящие джедаи, да? Да, надо ехать Ну что, по коням? По водоводе, окей Окей Ну давайте коней хоть заснимем Так, Левин Макс Е-Тайсон Бурый Ну и Молния Без крыла Ага, бескрылая молния Ох, зато очень много на багажнике Всего Да, Леш, тебе, кстати Возьми Ну тут карта и... Ну хорошо, что погода, да? Вот и нету дождика, да? Да, погода, конечно, прям нам сегодня, скажем так, немножко подфартила С утра, конечно, лило Ночью дождь лил Но сейчас, вот как видим, с прояснениями, облачно Главное, что температура комфортная и не жарко Вода, 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 мужики Это армейская такая, добрая Армейская, не подумайте Живая вода Живая вода, без нее никак Так, 74 на моем 71 на красном 65 на Капитане Это что? 56 градусов на Макса И 0 градусов у Анатолия Анатолий у нас за рекордсмен по температуре мотора 34 Ватт-часа на километр 16 Ватт-часов на километр 22 Ватт-часа на километр 23 Ватт-часа на километр 25 Ватт-часов на километр 22 Ватт-часа на километр У всех столько же. Нормально все. 22, 23, 24, 25. Только ты у нас, Олег Иранич, не знаю. Товарищи электробайкеры, ну расскажите нам, где вы тут находитесь. А мы находимся в комплексе сказка. Как видите, вот такой замечательный деревянный домик, который позволяет вам укрыться, наверное, от маленькой непогоды, переждать какую-то там неприятность. Ну, так в целом, такой небольшой деревянный домик. Дальше мы видим вот такое вот, как бы, дерево с какой-то непонятной ружицей там изображено. Ага, и вот сундук с литием. Волшебный литиевый сундук, то есть позволяет, когда электробайкер подъезжает голодный-холодный старший, заменяешь, берешь батарейку, тебя заменяют, тут висит свежая зарядка. Да, лявная батарейка у ней. Ну, на 5-7 киловатт-часов минимум должно быть там. Как же тут хорошо, ребята. Птички поют, лес кругом. Короче, сказка. Так, ну вот наши корифеи. Перекусили. Загорает. Да. Ну, как вам дорога-то? Отлично. Отлично. Какие-то замечания были, предложения по ней. По дорожному покрытию. Да, местами были бугородчики такие вот, как бы, дорожные рабочие все-таки могли бы поглажи как-то делать. Так, ну, клево даже не заряжается. Ну, у нас самый продвижный, а, заряжается, все, у всех одинаковые зарядки. Ну, мы у всех немножко оскулачили на полкилова, для себя киловатт. Это нельзя, все. Ну, в целом, скажем так, первая часть поездки прошла успешно. Это наш первый пит-стоп, пункт зарядки, кафе «Сказка». Мы уже здесь были один раз, когда во Владимир ездили. Вот решили второй раз. Розетку без проблем нашли? Да, розетку вообще. На том же месте? На том же месте, вот на старт. Ага. И находится она, скажем так, под подиумом, под таким вот, как сказать, закрытая уличная розетка. Да, ну, мы писали об этом, уже говорили. Садовая розетка специальная для подключения различных там приборов. Ну, вот мы во Владимирской области. И авторемонт наши, все, отлично, ребята. Вот. Мы сейчас стоим на зарядочке. Вон, Макс с ребятами разговаривает. Они в нарядочком, в соседней. Вон, видите, авто в мастерской. Сейчас мы до них дойдем, поболтаем с ними. И заряжаемся. Ну, вот ребята коптятся. Прям под дождичком были. Где тут? Вот он, Леха. Леха, Леха. Ну, как у вас тут процесс идет? Ничего, нормально. У нас уже один час есть. Ага. Заряжно. В кафешку кушать. Вот. А, в этой кафешечке, да? Да. Перекусываете, да? Да, да, да. Я уже поделал, сейчас не могу. Ага. Короче, мы находимся, ребята, в кафешке во Владимирской области. Тут классно, музыка. Ага, все классно. Ну, Лева тут заказал красную икру, там всякие кабачки. Ну, Макс себе тоже, как всегда, красную-черную икорочку. Ну, я себе долнук заказал. Вот, вот, красавица несет нам. Вот такая пробища тут. И вот приходится пробираться сквозь такие пробки. Ну, вот мы во Владимире. Вот наши байкеры. Ни одного не потеряли, ничего, все нормально. Все все здоровы. Преодолели мы примерно 180 километров, где-то так вот. Первые серьезные городки. Скажем, первый город Золотого Кольца, нашего маршрута. Сейчас мы будем его проезжать. За это время не было никаких серьезных происшествий. Все живы-здоровы, сыты, байки заправлены, в принципе. Сейчас едем дальше. Небольшие дождики пережили. Места копчения выявлены. Новые места, хорошие ребята. Все-таки надо еще скоткаться на этой стеле. Скоткаемся. Символ Владимира. Это золотые ворота. Одна из основных достопримечательностей. Я так понимаю, раньше это был въезд в город. Сейчас мы уже в него давно въехали. Все, едем и едем. Вот в центре оказались золотые ворота. Так что, ребят, мы уже тут, во Владимире. Вот наши байки. Еще. Еще не стемнело. Еще не тут. Тут, еще там. Леха, Леха, он там решил, о, куда он решил прогуляться. О, опасный момент. У памятника князю Владимиру. Отличный монумент. И святителю Федору. Вот, не забывать. Престителю Владимирской земли, как гласит надпись на памятнике. Извините, а это... Это не то памятник. Извините, а это цикл или макет? Вот ты молодец. Весь в кадр. Видишь медали? Да. Это значит, его ципед. Это приз. Валя, колонки только буст. Видео, да, Леша? Все нормально. Так, мы продолжаем наше путешествие. Не вини, могу уже держать. Сейчас, минутку. Коллеги, надо помочь. Рюкзак такой хитрый. Все, спасибо. Так, мы приехали в славный город Суздаль. Достаточно исторический. Где очень много достопримечательностей. Такой вот красивый собор. Вот. Такой замечательный. Видим старую колокольню. Даже ласточки летают. Наверное, у них здесь гнезда. Очень так прям весело. Вот. Здесь наша колонка. Попили с уздальской водицы. Дорога была, ну скажем так, не близкая. Буквально. Но в целом уровень дорог достаточно высокий. Ям мало. Широкие обочины. Разметка есть. И в целом 50-60. Скорость достойная мы держали. И нормально. Никто не сдулся. Все были молодцы. В общем, вот так. Мы продолжаем наш обзор. Смотрите нас на канале. Проявочную. Проявочную. Стоит кто идет в дом, в туалет. Красный фонарь, да. 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 Продолжение следует...